Самые интересные новости октября и ноября в этом выпуске новостного дайджеста. Самое главное событие осени состоялось 6 октября. В этот день началась эксплуатация вагонов 81775 Москва 2020. История испытаний и ввода в эксплуатацию новых вагонов полна проблемы скандалов. А из совсем свежего можно напомнить об истории с оклейкой вообще всех составов черной пленкой, приведшей к долгим переговорам с заводом-изготовителем и распихиванием почти всех машин по разным депонах ранениям. А прямо перед пуском один из пабликов ФК, выдающий себя за инсайдерский, распространил дезинформацию о том, что пуск нового состава проведут на станции ЦСКА. Причем эту ложь успели подхватить и некоторые незамеченные в дезинформации паблики. К их чести они быстро удалили эту ложь, сразу после того, как ее разоблачили. Итак, что же представляют собой новые вагоны? По сути, технически это не новая модель и не новое поколение. Является следующей модификацией вагонов 81765, известных просто как Москва и Москва 2019. Однако из-за изменившейся конструкции дверей, кузов заузили примерно на 7-10 сантиметров с обеих сторон. Это не лучшим образом сказалось на внутреннем объеме салона. Также изменилась конструкция и ширина межвагонных переходов. Ну а салон и кабина в целом впервые со времен вагонов Яуза щеголяют дизайнерскими изысками. На сегодняшний момент, когда готовился этот выпуск, спустя два месяца с начала эксплуатации с пассажирами ездят только два состава. По информации доверенного источника на форуме Яуза, к 20-м числам декабря все выпущенные составы должны быть введены в пассажирскую эксплуатацию. В середине ноября московский трамвай неожиданно стал победителем международной премии Global Light Rail Awards в номинации «Самая развивающаяся система». Это событие не осталось незамеченным на отечественных транспортных ресурсах, где острые на язык комментаторы подвергли адекватности такую награду, в основном упирая на то, что новых трамвайных линий как не было, так и нет. В целом справедливое замечание, хотя развитие не ограничивается одним только строительством новых линий. Разберемся в том, за что наградили московский трамвай. Жюри отметила такие аспекты, как современные комфортные вагоны, отделение пути от автомобильных дорог, замену остановок, использование современных экологичных технологий и сохранение традиций, таких как ежегодные парады трамваев и реставрации исторических вагонов. Москва обошла конкурентов из Швейцарии, Испании, Нидерландов и других стран. Продолжают трамвайную тематику скандальные итоги второго тендера на поставку трамваев в Москву. Несмотря на всю нелогичность, поставщиком 91-секционных низкопольных трамваев неожиданно стал холдинг «Синара», заявившийся на конкурс с несуществующим физически трамваем фирмы «Шкода». Нет не только готового в металле образца прошедшего сертификацию, но даже нет производства под него. Хотя «Синара» обещает организовать его на заводе «Калуга Путьмаш». Такие итоги вызвали закономерные вопросы, которые вылились в проверку, инициированную депутатом Госдумы от КПРФ. «Синара» немедленно переобулась в воздухе и заявила о поставке в Москву трамваев УВЗ. Как говорится, час от часу не легче. А попутно вскрылось, что первый опытный образец «Шкодовского» трамвая должен быть построен в 2021 году, а производство планируют начать в 2022. Во что вылится вся эта история, пока не понятно. 6 ноября открылась третья линия Минского метрополитена. Строительство «Зеленолужской линии» стартовало в феврале 2014 года и на протяжении всего периода строительства неоднократно становилось предметом скандалов, в основном связанных с отчуждением территорий под строительство. Что, впрочем, типично при строительстве почти любой линии метро. Можно вспомнить, как гражданское меньшинство вечно недовольных в Москве протестовало против строительства коммунарской линии, дойдя в своих методах до откровенных передергиваний, стращая обрушениями домов, появлением асоциальных элементов и прочим бредом. Как это обычно бывает, такие персонажи беспокоятся не об общем благе. Впрочем, ни в Москве, ни в Минске, к счастью, это никак не влияет на строительство метро. И пусть медленно, но 4 станции третьей линии были достроены. В состав первого пускового комплекса входят станции Ковальская Слобода, Вокзальная, Площадь Франтишко-Богушевича, Юбилейная площадь. В перспективе на Зеленолужской линии должно быть 14 станций. Обслуживают линию составы Штадлер М110 местной сборки. После фатальной неудачи с трамваем М71633, от которого отказались все города, которым его пытались предложить, и на фоне жесточайшей конкуренции, навязанной по КТС, УКВЗ не оставляет попытки создать хоть что-то в качестве достойного ответа. Так на суд публики готовится представить два низкопольных трамвая. Одиночный 71628 и трехфекционный 71648. Первый едкие комментаторы уже назвали Ситистар на минималках, а второй Лев на минималках, слишком явно намекая на продукцию по КТС, с которой КВЗ явно намеревается конкурировать. Внешне это все тот же уже хорошо известный нам 71623. Облицовка маски откровенно колхозные и крышевые кожухи также остались неотличимыми от таковых у крайних выпущенных 623. Внутри нам обещают полную низкопольность, не считая неизбежных подиумов под сидениями, о которых на сайте УКВЗ скромно умолчали, написав о стопроцентной низкопольности. Также обещают некую инновационную тележку, прислонно-сдвижные двери, цветовое настроение в салоне, потолочное освещение в виде единого светового пространства. Первый трамвай обещали выпустить уже в ноябре. Подробнее о перспективах УКВЗ смотрите в одном из будущих выпусков рубрики «Наземные транспорты». Неуемная фантазия Московского департамента транспорта продолжает шокировать и удивлять. После ликвидации московского троллейбуса, ставшего, казалось бы, самым варварским деянием, было объявлено о передаче московского трамвая и его путевой инфраструктуры как минимум в управление московскому метрополитену. Обещают более высокий уровень надежности наземного рельсового транспорта, единый стандарт обслуживания инфраструктуры, повышение уровня сервиса, автоматизацию процессов, оптимизацию расходов, быстрое внедрение и масштабирование инноваций. Как водится, гладко вышло на бумаги, да подпортили овраги. Как вероятно, не спросили и метрополитен, нужен ли им такой довесок. Сегодня из причастных к работе метрополитена мало кто верит в успех этого мероприятия. 7 октября Казань в очередной раз продемонстрировала, что с трамваем там не все в порядке. На перегоне между остановками Татмебель и площадь Вахитова у трансфекционного трамвая БКМ, уже прославившегося в Казани бесчисленными аварийными ситуациями, отказали тормоза и управление. В результате происшествия, несмотря на все действия вагоновожатого, трамвай продолжил набирать скорость, даже когда средняя тележка сошла с рельса. Трамвай полностью разнес кузов, оказавшийся на пути газелей и еще нескольких машин, а также три опоры контактной сети. Примечательно, что по прохождении всех кривых средняя тележка встала опять на пути, но при этом вылетела задняя. В итоге трамвай остановился только после того, как сломался понтограф. Примечательно, что сам водитель признался, что новичок. Вероятно, это также повлияло на развитие событий. Как известно, еще в октябре почти всю краснопресненскую трамвайную сеть закрыли на ремонт путевой инфраструктуры. И хоть никаких сроков окончания работ официально не публиковалось, но за месяц до конца года на большинстве участков, что называется, конь не валялся. Как пример, шестой маршрут, где дальше улицы Фабрициуса во многих местах едва успели снять старые пути. На 2022 год ТМХ планирует начать опытную эксплуатацию автоведения четвертого уровня автоматизации в Казанском метрополитене. В разработке принимает участие Локотех Сигнал. До конца 2021 года планируется изготовить все компоненты системы и модернизировать парк поездов Казанского метро. А после этого планируется начать опытную эксплуатацию. Создатели рассчитывают, что система сможет работать на скоростях до 90 км в час и максимальной парности 40 поездов в час. Поезда, производимые заводом метровагон МАШ, уже давно комплектуются автоведением, интегрированным в автоматизированную систему управления поездом. Однако полноценной эксплуатации системы до сих пор не было. Ожидается, что после полного перевода кольцевой линии в Москве на новейшие составы 81775 и обновление путевой инфраструктуры начнется новый этап тестирования автоведения в московском метро. Интересная информация пришла из Еревана. Оказывается, прошедшей осенью, ереванский метрополитен просил у Москвы бывшие в употреблении вагоны. О количестве запрошенных вагонов неизвестно. Но примечательно, что помимо наверных, просили передать и два состава Яузы. В этой просьбе было отказано, что вполне объяснимо, так как все вагоны этого типа уже без малого полтора года как отстранены от эксплуатации после аварии в тупиках за станцией Каширская. Впрочем, остается непонятно, зачем ереванскому метро понадобились столь проблемные вагоны. Сомнительно, чтобы в Ереване не слышали о перипетиях эксплуатации этих вагонов в Москве, ведь все метрополитены бывшего СССР продолжают обмениваться информацией. Ну и завершает этот выпуск еще одна трамвайная новость. ПКТС выпустил двухтикционный трамвай Корсар, созданный специально для систем с метровой колеей. Помимо новой тележки, созданной специально под этот проект, новый трамвай получил новый кабинный модуль, обладающий весьма удачным дизайном. Новый салон с полутораместными сидениями, новыми кожухами тележек, выполненный на этот раз не как у трамваев КТМ и рядом иных нововведений. Ожидается, что первый трамвай будет отправлен в Калининград. Такими были интересные и заметные новости двух прошедших месяцев. А в конце декабря, в следующем выпуске, подведем итоги года и посмотрим на события последнего месяца уходящего года.